Друзья мои, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас в своем новом ролике. Сегодня у нас будут очень-очень красивые вещи. Я познакомлю вас с новым брендом, с которым сама познакомилась. Эти вещи уже нам не скажу по секрету. И вообще, перед началом просмотра, ребят, поделитесь тем, есть ли у вас новогоднее настроение. Хотите ли вы его получить, если у вас его нет? Вообще, как с этим обстоят дела? Покупаете вы что-то? Собираете? Где будете отмечать Новый год? Думаете ли вы о вещах, об одежде, об образах и так далее? Я в этом году рассматриваю одежду и образы, которые я выбираю. Как отражение себя, своего внутреннего мира, своих каких-то интересов, своих эмоций. Сейчас это интересно для меня, как никогда. Блогинг объединяет большинство моих интересов. И у меня еще есть такая прекрасная возможность делиться этим с вами. Ну что, ребят, давайте начнем с той красоты, которая сегодня на мне. И я начну сначала с блузы. Я выкладывала безумно красивую съемку, которую мы сделали вчера. Обязательно пройдите, посмотрите, потому что это получилось что-то нереальное. То есть, что-то очень душевное, уютное. По крайней мере, мне это очень нравится. Я получила то, чего хотела. И буду рада вашей поддержке. Это новый для меня российский бренд LORER. Я с ними только вот сейчас познакомилась, хотя слышала о них уже до этого достаточно много. И в том числе от моих знакомых, кто уже приобретал одежду и очень рекомендовал мне вот данные изделия. У них есть собственное производство, что для меня, например, является таким показателем качества. Показателем того, что люди вкладываются в свое дело. Раньше мне приходилось сталкиваться с брендами, которые сами все отживают, которые сами все продумывают, которые сами выбирают ткани, закупают все это дело. И знаете, в каждом изделии вот в таких брендах чувствуется душа. У меня сегодня безумно красивая блуза в стиле Yves Saint Laurent. У них очень много таких блуз с таким галстуком прекрасным в пудровом цвете. Мне ее просто не хочется снимать. Вот вчера мы снимали ее в студии. Она очень красивая. Сейчас, возможно, на съемке она будет немножко отличаться по оттенкам. Да, при искусственном освещении, при дневном освещении, при солнце. Потому что камере очень сложно передать ткань. Но это безумная красота. И вот здесь есть пуговицы. Здесь в форме вот таких же мчужинок. И также вот здесь, да, на груди все это застегивается. Девочки, это так красиво. Кстати, это отличный вариант на Новый год. Вниз можете надеть все, что угодно из своей коллекции, своего гардероба. Если вы хотите получить более расслабленный молодежный образ, да, можно, допустим, надеть какие-нибудь классные джинсы и крутые босоножки. И у вас будет прям топ. И вот этот жакет, который мне безумно нравится, это твит. И он синий-белый. То есть здесь есть синий, вкрапление такого немножко бирюзового и белая нитка. Красиво, очень классно дополняет. Я сначала сомневалась, будет ли это смотреться. А по-моему, это смотрится очень красиво. Кстати, твит в этом сезоне как никогда в моде. Прэппи, олдмани, все вот эти стили просто бум какой-то. На такие женственные красивые образы. И покажу вам платье, которое тоже прекрасно. Кстати, все подклады тоже выполнены из очень качественной ткани. То есть все продумано до мелочей. И посмотрите, это твитовое платье. Вчера, причем в студии, я сняла его с твитовой сумкой. Она не сильно выделяется на фоне. И я еще шутила, что твит на твиде. Просто я вся в твиде. Это слишком много. Но знаете, вот она небольшого размера. И они отлично подошли друг к другу. Это было прекрасно. Это платье уже идет с такой сияющей черной ниткой. Да, черная с серебром. И основной цвет это нежно-нежно серый. То есть оно, знаете, вроде и нейтральное. Но благодаря серому цвету оно чуть-чуть как будто даже освежает. Очень интересное платье. Мне очень понравилась вот эта блестящая нитка. Она мало того, что пронизана вот в этой ткани. Она еще идет вот в этой отделке. Посмотрите, как сияет. Я вчера удивилась, потому что сначала я не обратила на это внимания. А потом, когда начала снимать, думаю, как же это красиво смотрится. У бренда Ларер, конечно же, есть официальный сайт. И есть промокод Нью. В нем вы получите скидку 10%. И в целом, ребят, даже если вы не собираетесь ничего покупать, перейдите к ним в профиль. Посмотрите фотографии. Посмотрите образы, которые они предлагают. Посмотрите ту эстетику бренда, которая у них присутствует. И вы можете сделать свой гардероб действительно интересным и уникальным. Потому что такие вещи встречаются далеко не у каждой в гардеробе. И вы не встретите их каждый день на улице. В то же время, я вчера говорила об этом в инстаграм, что вы можете вот так выйти в свет, то есть куда-то на мероприятие. Но в то же время, подобрав, например, более спокойный нить, вы можете так ходить и на работу, и куда-нибудь в магазин, на шопинг. Для повседневной жизни это тоже очень годится. Я была безумно рада познакомиться с этим брендом. Я желаю им успеха. И надеюсь, что они выпустят еще очень много классных, интересных коллекций. Поэтому, ребят, давайте вдохновлять друг друга. Потому что бренды также вдохновляются вами, теми, кто смотрит, кто подписывается, своей аудиторией, своими клиентами. Это всегда взаимосвязь огромная. Также у меня, например, я вдохновляюсь вами, вашими комментариями, вашей поддержкой. Это все очень-очень важно. Поэтому давайте создавать и творить вместе. Недавно я получила вопрос от девушки, что, Катя, в чем вы ходите в повседневной жизни? В чем вы ходите дома? Расскажите. Я не успела, к сожалению, ей ответить. Точнее, мне просто вылетело из головы написать ответ в комментариях. Но, на самом деле, мой гардероб ничем не отличается от того, что я показываю вам в роликах. Если я, например, иду за картошкой в магазин, вряд ли я пойду в каком-нибудь вечернем платье. Я сейчас стараюсь себя приучать к тому, что нужно жить здесь и сейчас. Раньше я вам всегда об этом говорила, что и дома нужно быть красивой, и работать нужно быть красивой. В общем, не то, что даже быть красивой, а соответствовать тому образу, который у вас внутри, как вы себя ощущаете, как вы себя чувствуете, да, и стараться это поддерживать. Потому что это тоже является какой-то внутренней поддержкой, каким-то внутренним стержнем. И, в общем, вот как раз, когда мне эта девушка написала комментарий, у меня на днях была ревизия, потому что я поймала себя на том, что я как раз стала опять надевать какие-то старые брюки дома. И все как-то это вот не очень мне соответствует сейчас, вот как я себя ощущаю. Поэтому я пошла на ламуду и выбрала себе вот такой красивый халатик Victoria's Secret. У меня есть один халат Victoria's Secret, но он уже немножко такой старенький, ему, наверное, года три, и я постоянно, кстати, его таскаю. После ванной он махровый. Я взяла вот этот черный очень красивый халат. У него красивые оборки. Я не знаю, будет сейчас видно хорошо на съемке или нет, я как-нибудь вам постараюсь показать. Но он, знаете, вот как летнее платье. То есть, если бы это был другой цвет, или оно было бы цельное, даже такие платья есть. И мне очень нравится, что у него не длинный рукав. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот здесь, кстати, вот эта часть, да, оборок. То есть, она очень красивая. В общем, я призываю вас тоже. Вот сейчас у нас Новый год близится, декабрьские праздники. На улице уже похолодало, и хочется больше уюта, и хочется больше красоты. Не знаю, как у вас. У меня вот всегда в декабре какая-то вот новая жизнь начинается. Несмотря на то, что я не очень-то сильно чувствую новогоднее настроение, но мне все равно хочется какого-то праздника, как минимум в своей душе. И на Ламоде у меня появился свой, как его, виш-лист. Я оставлю тоже ссылку внизу. Можете за мной подглядывать. Там вещи из моего избранного. Поэтому, может, кому-то это будет интересно. И в Черную пятницу, ребят, я пошла в Спортмастер, купила себе форму. То есть, знаете, было очень много людей, и я даже не стала ее мерить. Мне понравилась форма от Демикс. Она стоила в сумме по скидкам тысячу рублей. Я подумала, боже, я должна ее взять. Она такого лилового цвета, в общем-то, выглядит неплохо. Но когда я пришла домой, начала заниматься, надела ее. Мне так в ней некомфортно. То есть, у меня есть форма с Алиэкспресс, чтобы вы понимали. Я ношу ее просто не прекращая. Кстати, это тоже как вариант моей домашней одежды. Я ношу ее не прекращая с того года, с прошлого года, когда я ее заказывала. Это одна из самых удобных форм, которая у меня вообще была. То есть, она мне очень нравится. Я, в общем, так расстроилась, потому что я подумала, что вот, наконец-то, куплю себе форму. Но как-то больше ничего в магазине не было. И то, что мне понравилось визуально и по цвету, это была вот данная форма. И я говорю, когда я начала заниматься, мне стало жутко неприятно. Меня где-то стягивало, где-то было свободно. Я пошла, опять же, на ламоту. И вот вместе с халатиком думаю, блин, закажу-ка я себе форму. Тоже была черная пятница. По-моему, сейчас тоже скидки эти еще действуют. Я нашла брюки. Брюки. Не брюки, а тайцы или леггинсы. Не знаю, как это называется. Сейчас столько названий. Посмотрим, что здесь написано. Здесь вообще-то написано, что это бриджи. Но на сайте как-то по-другому это выделено. В общем, ребят, это коллекция какая-то люкс-йога. Я думаю, вау, как красиво звучит. Nike Yoga Luxe. Они стоили 10 тысяч рублей. Я их купила по скидке за 2 с копейками. Ну, 2 500, по-моему, 2 600. Я не помню, потому что я когда в корзину все добавляю, у меня там все это еще и суммируется. Кстати, у меня на ламоте свой промокод. Я вам забыла совсем сказать. Тоже, если что, пользуйтесь. Они показались мне очень красивыми. И мне показалось очень симпатичные вот это вот. Узорчатая деталь. Я не знаю, почему они мне так понравились, но мне безумно их захотелось. В общем, я выбрала такие бриджи. Они классно сидят. И знаете, в чем особенность? Когда я их надеваю, они очень туго надеваются. Ну, короче, их очень сложно надеть, но потом как-то они так распределяются, и вам супер комфортно. Мне нигде ничего не жмет. У меня нигде никаких нет спорных моментов. То есть, мне только сложно их надеть, особенно, когда вы ступню продеваете вот в это узенькое отверстие на самой вот этой вот штанине. Я уже немножко устала. И следующее, что я заказала, собственно, я начала искать топ. Топ к этим леггинсам спортивным. Я нашла топ из этой коллекции. Я, правда, хотела короткий топ, но из этой коллекции, из этой ткани была только вот такая длинная маечка. Я думаю, ну, ладно, попробую, потому что у меня такой никогда не было. Тем более, это все-таки одна коллекция. Мне нравится, когда верх и низ они из одной ткани, и вы чувствуете себя нормально. То есть, когда разная ткань, бывает где-то туго, где-то свободно, и немножко как-то некомфортно заниматься. А когда все одинаково сидит, то просто прелесть. Тут сверху, верхней части, сделано что-то, очень сложно показать. Короче, внутри сделано что-то наподобие лифа, то есть, такая двойная часть вот в этой зоне. Понравилось. И здесь еще тонкие лямки. Мне тоже вот такие вот лямочки, такие бретельки очень нравятся. Они как-то облегчают плечи, что ли. Не знаю. Короче, классно. Для занятия йогой, для занятия такими домашними тренировками, мне кажется, это более чем. И тем более, были огромные скидки. Я вам все ссылки оставлю внизу. Мне вот очень нравятся вот эти комбинезоны, девочки. Я просто балдею. Рано или поздно я обязательно их закажу. Не знаю, как они садятся на фигуру, не знаю, как они будут сидеть, потому что я всегда переживаю. Во-первых, по росту, да, мы все разные. Во-вторых, талия, бедра, как оно все будет смотреться. То и вот на девушках, по крайней мере, на моделях восхитительно смотрится. Просто сразу хочется все вот эти костюмы скупить. И у меня особая любовь в этом месяце пошла на синий цвет. Я заказала себе синий жакет от Хьюго. Покажу вам его здесь. Он сегодня должен на мне прийти. Если он придет, я вам вставлю маленькую-маленькую примерочку. Сейчас на курсе стилиста мы проходим тему цвета. И вот эти цвета меня настолько погрузили, они меня настолько поглотили. Так интересно все это узнавать. И, например, мне очень нравится, что синий это цвет доверия раньше я его носила постоянно, а потом, ну это еще до Ютуба было, потом я вообще перестала его носить. И сейчас думаю, почему у меня нет синего жакета? Еще вам не сказала, у меня стоят сзади посылки. Они тоже мне сегодня пришли. И от них такой аромат. Боже мой. Кому интересно, девчонки, я выложу на днях влог, либо я его уже выложила. До этого я вставлю, если что, обложку. Посмотрите, если вам интересно, что там. Потому что я сама еще не смотрела. И аромат уже на всю комнату. Мне буквально час назад посылка пришла, и уже все просто здесь благоухает и вообще настроение создает. Пишите, что из этого ролика понравилось вам больше всего. А мы с вами увидимся очень скоро в новых видео. До новых встреч. Пока.